Атмосфера на заключительном концерте 28-го фестиваля классической музыки, как это обычно и бывает, в таких случаях носила оттенок легкой грусти от того, что приходится расставаться с любимыми исполнителями и дорогими сердцу мелодиями. К счастью, только на год, ведь такие культурные события, как январские музыкальные вечера, должны и будут иметь продолжение в городе над Бугом. Нынешний фестиваль показал, что не снижается планка проведения фестиваля, прежде всего в контексте участников самого фестиваля. Это высочайший уровень классики, это аудитория, которая воспринимает на ура, и я уверен, что эту планку нам удастся сохранять. Вот в этой камерности, вот в этой определенной даже традиционности есть и фишка этого фестиваля, понимаете, поэтому здесь уже, наверное, придумывать ничего большего не надо, а важно обеспечивать уровень участия мировых звезд у нас в городе Бресте. Заключительный концерт январских музыкальных вечеров подарил зрителям встречу стрелу итальянских тоноров. Исполнители продемонстрировали высокий профессиональный уровень как в части музыкальных произведений, так и в части артистизма и органичности поведения на сценических подмостках. Исполняли свои партии южные гости как вместе, так и поодиночке. В числе исполнителей, которые в заключительный день фестиваля образца 2016 года выходили на сцену, и известная российская оперная певица Мария Максакова. Солистка Мариинского театра исполнила попури на темы «Русской тройки», а также арии из опер «Верди» и «Безе». «Русской тройки» Среди гостей форума и преданные поклонники, и новички, с каждым годом тех, Тех, кто решается окунуться в мир классической музыки, становится все больше. Но и те, и другие говорят о вечерах только с восторгом, подчеркивая, что такие мероприятия необходимы для воспитания, для настроения, для поднятия общего уровня культуры. Музыка – это очень важно в жизни. Это мы просто, может, не замечаем, насколько она для нас важна. Но мы вот с родственницей постоянно ходим, каждый год, уже не знаю даже сколько лет мы постоянно ходим на это. А сегодня для нас вообще, кажется, итальянские теноры, мы знаем, что итальянская опера настолько звучит в мире, и послушать таких знаменитых людей очень даже интересно и полезно. Сегодня брендом есть много интересных брендов, в том числе и музыкальных брендов. И, наверное, в многих городах Беларуси имеют какой-то свой определенный бренд. Ну, скажем, Борисов Шлягер проводит какие-то, Гродно тоже свои национальные культурные мероприятия. Брендов Бреста, да, это январские музыкальные вечера. Первый раз посещаю такое мероприятие, но мне очень понравилось, и я считаю, что это очень хорошее мероприятие для нашего города. Для брещан январские музыкальные вечера – это праздник, это международный проект, которых у нас, может быть, такого масштаба не так уж много, поэтому мы все с большой радостью стараемся попасть на эти концерты. Январские вечера 2016 завершились, оставив приятные эмоции и незабываемое впечатление. Но не успели отзвучать последние аккорды этого фестиваля, как появились первые мысли о следующей музыкальной многодневке. Организаторы обещают, что скучать ценителям классики и поклонникам вечеров точно не придется. У меня следующие планы огромные, я уже почти все сделала и постараюсь сделать так, чтобы не было много вечеров симфонического оркестра, потому что это громоздко звучит. Все-таки, когда вы услышали рояль и пение такое, которое было вчера, это было. Все-таки, когда масса-масса-масса-масса на сцене, это всегда не столько репетиция, не так чисто, не так звучаще. Звезды приедут, я без звезд не могу.